Презентация проектов воспитанников школ креативных индустрий состоялась в молодежном мультимедийно-дискуссионном кампусе «Душа России» Северной улицы Дальнего Востока в рамках 7-го Восточного экономического форума. Экспертам представили три проекта, отобранных Министерством культуры. Анимационный ролик, который создал 14-летний воспитанник Владивостокской школы креативных индустрий Миша Попов вместе со своей командой, был выполнен в технике скелетной анимации. По словам создателя, основная мораль мультфильма – за масками и никнеймами может скрываться кто угодно, поэтому необходимо быть осторожными в сети интернет. Конечно, самая сложная часть в нашей работе заключалась в самой анимации. Это очень долгий и сложный процесс. Но, как говорят, терпение и труд – все перед труд. И, наконец, мы озвучили наших персонажей и само финальное оформление. Для нас, конечно, это казалось фактически невозможным, потому что за три недели. Но мы довели наш проект до финального варианта. Эксперты поставили высокую оценку работе креативной команды из Владивостока. Как отметила министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, затронутая тема информационной безопасности очень актуальна. Михаил, вот все, что тебе тут предложения поступают, не слушай. Ты наш, ты Владивостокский. И мы заинтересованы, чтобы наши ребята оставались у нас и креативили у нас. Я не зря сюда пригласила и директора департамента по делам молодежи. Он потом возьмет слово, да, будет что сказать. Но, Ольга Сергеевна, я готова здесь и сейчас подписать с Михаилом в лице правительства Приморского края, Министерства культуры и архивного дела Приморского края соглашение о сотрудничестве. Мы делаем заказ Михаилу на такие социальные ролики. Эксперты также высоко оценили дизайнерские работы представителей школ креативных индустрий из Кемерово и Калининграда. Со всеми участниками были подписаны рамочные соглашения на дальнейшее сотрудничество с Министерством культуры Российской Федерации. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.